Я уверен, что вы были в восторге от живописных пейзажей этого культового города, этой средиземноморской жемчужины, когда смотрели в иллюминатор, приземляясь в аэропорт Эль Прат. Пейзаж представляет собой сочетание раскидистых гор, голубого неба и блестящего моря. Неудивительно, что Барселона предлагает так много. Еще когда-то давно, во время своего визита, в 1862 году, известный нам вганс-христиан Андерсон заметил, что Барселона была испанским Парижем. Город действительно является крупным культурным центром с замечательной историей. Он изобилует архивами, библиотеками, музеями и интересными зданиями, в которых представлены превосходные образцы декора и архитектуры разных стилей. Барселона – город совсем не молодой. О том, как он образовался, есть как минимум две легенды. Первая, которой я мало верю, гласит, что основан город был героем греческих мифов – Гераклом за 400 лет до основания Рима. Согласно второй, карфагенский военачальник Гамилькар Барка основал поселение у подножия холма Манжуик и предложил назвать его Барсина в честь своей семьи. Этой версии я верю больше. Сейчас в Барселоне проживает более полутора миллионов человек, но она может показаться вам значительно больше. И прежде всего, потому что сюда приезжает большое количество туристов. Чтобы познакомиться с Барселоной, сначала нужно понять устройство города, ее главные улицы, главные площади и, конечно, набережную. Но после уже изучать основные достопримечательности. Так мы и сделаем в нашем сегодняшнем выпуске. Мы сегодня приехали в Барселону, и я нахожусь на улице, которая называется Диагональ. Это одна из самых известных улиц Барселоны. Она проходит практически через весь город и идет от самого пляжа. Проспект Диагональ – одна из самых известных барселонских улиц, которая растягивается почти на 11 километров, проходя через наиболее важные места в городе, о которых мы также поговорим позже. Одна из фишек проспекта – это единственная улица Барселоны, пронумерованная с севера на юг. Своё название проспект получил как раз из-за того, что проходит по диагонали города. И хотя название улицы менялось более пяти раз за историю ее существования, слово Диагональ в названии присутствовало всегда. Сейчас на проспекте расположены бизнес-офисы, банки, торговые центры, рестораны, кафе, парки и некоторые городские достопримечательности. Отель, в котором я остаюсь в Барселоне, также находится на диагонали. Но до знаменитого стадиона Камп Ноу, откуда, кстати, недавно убрали фотографию Месси. Отсюда всего 15 минут ходьбы. Когда в 1884 году началось строительство проспекта, диагональ соединяла только Карер де Пао Кларис с Пассео де Грасси. Тогда диагональ стала одной из самых популярных улиц Барселоны, а также идеальным местом для каталонских аристократов и буржуазии. Затем проспект стал расширяться, преобразовывая Барселону. Постоянно на протяжении многих лет на улице стали появляться разные здания, которые также стали лицом города. Таким образом, история диагонали является отражением роста города, который соединяет самые разные районы. В начале проспекта располагается городок Барселонского университета, одного из самых старых университетов в Каталонии, образованного в 1450 году. Если вам, кстати, интересна учеба в Испании, возможности трудоустройства и иммиграции, то заходите на наш второй канал Smaps Education. Там вы сможете посмотреть наш большой выпуск про учебу в Барселоне и как мы провели один день в ВУЗе ИЮ. Здесь же на проспекте расположена башня Акбар. Это современный небоскреб, который является одним из самых высоких зданий в Барселоне. Здание прежде всего знаменито тем, что напоминает всем лондонский геркен. Мы вышли из нашего отеля, и я хочу показать одно место. Он, кстати, очень удобно расположен в том плане, что он как бы в центре многих достопримечательностей. Мы прошли сейчас около 20 минут. Я хочу вам показать арену, которая находится на Пласо Испании. Раньше это была арена для боев быков. Как вы знаете, в Испании запретили бои быков. И вот эта арена была переделана под торговый центр. Но там очень круто, что сейчас находится на верхнем этаже смотровая площадка на весь город. Кстати, со смотровой площадки, маленький спойлер, можно увидеть террасы на разных домах. И часто идет какой-то движение. Здесь, кстати, в Испании очень популярно, и в Барселоне в особенности, это террасы на крышах с бассейнами, со всякими барбекю-зонами. И пока мы идем, вот эти буквально 20 минут, идти совсем немного, но мы уже прошли несколько парков. То есть очень много общественных пространств, классных, стильных для людей. Это не реклама Барселоны, но это реклама Барселоны. Смотровая вот так вот идет по всему кругу. Если вы хотите вкусно покушать, то вот здесь по всему кругу находятся рестораны. Любая кухня, все, что вашей душе угодно. Еще одна из самых известных улиц Барселоны – это Рамбла. Когда-то Рамблой здесь называли небольшую речку, которая спустя годы высохла и стала самой широкой улицей Барселоны 18 века. По Рамбле вы можете прогуляться от знаменитой площади Каталонии, о которой мы поговорим позже, до памятника Колумбу, который находится на набережной. Соседствует с памятником морской музеи Барселоны и океанариум. Когда по Рамбле вы дойдете до набережной, на этом она не закончится. С этого момента начнется морская Рамбла. Рамбла-дель-Мар – это большой пешеходный мост, расположенный прямо на море. Само место очень радует глаз. Здесь приятно побродить пешком и поглазеть на яхты. Следующая улица, на которую мы с вами отправимся – это Пассео-де-Граси. Считается самым фешенебельным проспектом в Барселоне. Это одна из самых главных и известных городских улиц, которая привлекает туристов обилием брендовых бутиков, а также шедеврами модернистской архитектуры, среди которых работы Антонио Гауди. Помимо бутиков здесь также расположены лучшие отели, в том числе Маджестик, в котором, например, оставался Далай-Лама. Если вы хотите арендовать здесь помещение под магазинчик, то имейте в виду, что улица занимает третью строчку по стоимости аренды в стране. Я хотел еще добавить инфы про велосипеды и про велосипедные дорожки. То есть у нас, да, начинают, пытаются развивать эту тему. И если вы видели, много где велосипедные дорожки – это просто прочерченные линии. Они никак не отделяются от или проезжей части, или от тротуаров. И из-за этого очень травмоопасно, из-за этого по велосипедным дорожкам постоянно кто-то ходит. Здесь в Барселоне, вы видите, вот на очень многих улицах здесь идут велосипедные дорожки. Велосипедисты свободно могут ездить и не чувствуют давление от машин, или от того, что кто-то от пешеходов выскочит на эту дорогу. И видите, здесь отделяется, получается, проезжая часть от велосипедной дорожки. И из-за этого безопасность очень высокая. И мы сколько здесь гуляем по Барселоне, реально, мне кажется, что велосипедистов, людей на самокатах, людей на каких-то скутерах, мопедах, мотоциклах, их гораздо больше, чем автомобили. То есть просто создали всю инфраструктуру для этого, сделали безопасным это все. И это, по-моему, очень круто работает. Я в Москве на велосипеде катаюсь. Надо снять рядом с моим домом. Там идет велосипедная дорожка, а-ля велосипедная дорожка. И прям по велосипедной дорожке вырастает столб такой. Гран-Вия – одна из самых длинных улиц Барселоны. Ее протяженность чуть больше 13 километров. Она проходит через весь город с юга-запада на северо-восток и пересекает университетскую площадь и площадь Испании. Последняя является одной из основных площадей столицы Каталонии. Находится она у подножия горы Манжуик. Построена была к всемирной выставке в Барселоне в 1929 году. Размеры площади 34 тысячи квадратных метров. Делают ее одной из самых больших площадей в стране. Здесь же находится волшебный фонтан Манжуика, который также был построен к выставке в футуристическом стиле. Еще одна известная площадь, которую я упомянул ранее – площадь Каталонии. Она соединяет старую и новую часть города. Сейчас это центр города. А всего несколько столетий назад это была деревенская территория, которая находилась за стенами Барселоны. От площади Каталонии пройдитесь до дома Балио – удивительного шотевра архитектора Гауди. У дома чешуйчатый фасад, напоминающий кожу змеи. От площади Каталонии можно прогуляться и до известного готического квартала, а также до Королевской площади. Когда-то на этом месте располагался монастырь капуцинов Санта-Мадрона, но в 1835 году он сгорел, и здесь не обошлось без руки мастера Антонио Гауди. Фонари на площади были созданы именно по его дизайну. Ну и, конечно, самое популярное и излюбленное место для прогулок как местных, так и туристов – это набережная Барселоны. Кстати, интересный момент, что в Барселоне раньше, несколько десятков лет назад, точно цифры не буду говорить, здесь пляжей не было. Вот эти пляжи все – это искусственные. Ну, точнее, как бы были какие-то там, но не вот это вот все. И когда была Олимпиада, здесь решили Барселону сделать таким туристическим местом, куда будет классно приезжать, где будет можно отдыхать. Ну и, собственно говоря, у них получилось. Везде, кстати, тренируются, там занимаются каким-то боксом или тайским боксом. Вот, пожалуйста, просто фит. Везде стоят тренажеры, везде турники, очень много спортивных людей. Бегают все. Температура почему 28 градусов сейчас, и все бегают. Бегают, велики катаются. Море на сапбордах катается. Все в яхтах, парусниках. Вы удивитесь, но ровно 30 лет назад ее не существовало. Она относительно молодая, так как была сооружена в 1992 году перед Олимпиадой. Это событие в истории города, в принципе, стало эпохальным. Барселона очень быстро преобразилась. Быстро было построено множество домов и отелей. Метро оборудовали для людей с ограниченными возможностями. Меня часто спрашивают, как выглядит вход в метро в Барселону. Ребята, смотрите, вот это приблизительно вот такая история. То есть, если вам интересно метро в Барселону, то выглядит оно вот так. Ничего общего с нашими метро, вот, огромными, большими, красивыми, со статуями. Ничего общего с этим нет. То есть, такой бейзик. Вы меня еще тоже часто спрашивали, заваливали сообщениями в директ, как выглядит карта метро Барселоны. Приблизительно вот так. То есть, на вот этот город небольшой, на мой взгляд, очень хорошо развита сетка метро. Очень много станций и, в принципе, удобно пользоваться. Но наиболее основательно подошли к стройке набережной. Сейчас даже верится с трудом, что ранее здесь располагались складские помещения, бедные районы и цыганские поселения. Говоря о складских помещениях, главным портовым складом для хранения товаров, пребывавших в Барселону морским путем, был Палао-де-Мар, который начал функционировать в 1890 году. К Олимпийским играм здание было отремонтировано и преобразовано. Здесь сейчас находится музей истории Каталонии, центр современной истории и каталонский департамент социального обеспечения, а также различные офисы, рестораны и кафе. На береговой линии также находится знаковый отель W Hotel. Долгожданная пятизвездочная гостиница в виде большого зеркального паруса, которую видно с всех пляжей города. Внешне она напоминает здание Буржа-ля-Ра в Дубае. На постройку отеля было затрачено более 200 миллионов евро. Этот пятизвездочный отель состоит из 29 этажей, 473 номеров, из которых 67 люксов. Но гурманы могут посетить здесь ресторан, которым руководит шеф-повар Карлес Абеллан, отмеченный звездой Мишлен. Высота отеля почти 100 метров, а цены начинаются от 400 евро за ночь. В отель можно попасть и не будучи постояльцем. На 27 этаже находится ночной клуб Eclipse Барселона, который считается одним из самых топовых для тусовок мест. Вход сюда обойдется около 30 евро. У меня к вам вопрос. Когда мы говорим о Барселоне, какой главный символ вам приходит на ум? Если мы говорим о Москве, то это, конечно же, Кремль. В Париже это будет Эйферева башня. В Нью-Йорке... А в Барселоне лично для меня это Саграда Фамилия. Собор Святого Семейства. И этот собор – это живая история, потому что он строится уже на протяжении 140 лет. И он до сих пор недостроен. Начал его строительство Гауди, известный архитектор. Строительство продолжается, планируют они его завершить в 2026 году. Саграда Фамилия – это не просто символ, это целая история, частью которой являемся и мы. Строительство было начато в 1882 году. Гауди умирает в 1926. И на тот момент строительство было завершено только на четверть. Впрочем, стройка продолжается до сих пор. Вот уже 140 лет. И любой из нас может принять участие в возведении великого здания. Ежегодно 3 миллиона посетителей помогают в поддержке проекта, который стоит около 25 миллионов евро в год. Предполагается, что у Саграды будет 18 башен, каждый из которых обладает особым значением. 12 из них будут представлять апостолов. 4 – евангелистов. 1 – Деву Марию. И еще один – Иисуса. В часовне, посвященной Девы Марии, похоронен сам Гауди. К моменту, когда строительство будет завершено, высота самой высокой башни будет составлять 170 метров. И это не случайно. Высота Манжуйка, местной горы, на несколько метров больше. Потому как Гауди считал, что ничто, сделанное человеком, не должно быть выше божественной работы. Что касается Манжуйка, это тоже одно из любимых мест у туристов. Это гора Манжуйк. Я думаю, что место, наверное, знакомое многим. Манжуйк, по некоторым данным, это Монтжуйк, гора евреев или еврейская гора. Как вы знаете, Испания была в прошлом тесно связана с евреями. Там есть еще другие версии происхождения, названия. Но я все-таки склоняюсь, наверное, ближе к этой версии. Так как у горы выгодное местоположение, в свое время Манжуйк играл стратегическую роль в жизни Барселоны. В 1640 году на вершине возвели крепость, которую использовали для защиты при нападении как суши, так и с моря. В 20-м же столетии Манжуйк был преобразован в общественный парк. Один из самых больших не только в Испании, но и Европе. Место было избрано для проведения в 1926 году всемирной выставки. А также оно привлекало многих гостей во время Олимпийских игр в 1992 году. Сейчас здесь можно не только погулять, но и посетить различные достопримечательности. Например, испанскую деревню. Музей архитектуры под открытым небом, в котором расположилось 117 копий зданий, оригиналы которых можно до сих пор увидеть и в некоторых районах Испании. Если нужно купить какие-то товары по хорошей цене, то вот ребята продают как раз. Шапки, селси-палки, все необходимое. Здесь находится сейчас Национальный музей искусства Каталонии. Но мы заходить не будем, потому что вот это все, вы видите, это очередь. И здесь экспозиция одного из известных испанских художников, где представлено несколько тысяч его картин. Музей. Парк Гуэль. Мы сейчас приехали в Парк Гуэль. У нас, кстати, автобус немножко, ну не обманул автобус ноги. Там стоит остановка Парк Гуэль. Но на самом деле автобус не останавливается возле Парка Гуэль. Еще нужно, короче, идти в гору, чтобы до него дойти. Мы немножко времени потеряли. Так вот, мы, значит, в парке сейчас. Этот парк, он называется Парк Гуэль. Но строил его Гауди. А кто такой Гуэль? Почему вообще Гуэль? Это был его заказчик, его клиент. Сначала вообще этого парка не должно было быть. Тут планировалась постройка такого небольшого города в английском стиле. Но клиентов было мало, и этот проект у них не пошел. В итоге Гауди сам поселился в одном из домов. И вот, собственно говоря, этот дом. И он здесь жил с 1906 по 1926 года. То есть 20 лет он прожил в этом доме. После кончины Гуэля его дети продали парк властям города. И с тех пор каталонская столица радует туристов и местных еще одним удивительным творением Гауди. Когда Гауди задумал строить Саграда Фамилию, ему сразу же говорили, что ты не сможешь ее закончить в течение своей жизни. Он говорил так. Значит, у меня есть один клиент, у которого много времени. И это он имел в виду Бога. Барселона – это город, который удивляет нас своим прошлым и настоящим. Это город, который по-настоящему живет и развивается. На протяжении столетий здесь создаются шедевры архитектуры. А в наше время Барселона запланировала урбанистическую революцию. Чуть более пяти лет назад в каталонской столице начали воплощать концепцию суперкварталов. Главная задача – сделать жизнь в городе удобной и безопасной. Разработчики уделяют повышенное внимание экологии, популяризации велосипедов, сокращении выбросов газов и снижению уровня шума. Внутри таких суперкварталов будет сводиться к минимуму движения и парковка транспорта. Таким образом, у пешеходов будет больше пространства для прогулок. Главная цель – улучшить качество жизни и повысить комфорт жителей. Я хочу показать в Барселоне, как у них переделали в прошлом перекрестки. То есть, если вы посмотрите, перекресток, он отличается от обычного стандартного перекрестка. Раньше, ну, грубо говоря, тротуар, да, он доходил, прям имел угловую форму. Сейчас они, по сути, как спилякали вот эти углы, из-за этого освободив дополнительно место и пространство под парковки, под мусорные баки. И здесь вот мы можем видеть, что сейчас перекресток имеет форму восьмиугольника такого. И здесь, на освободившихся пространствах, у них велопарковки, у них автомобильные парковки. И это очень сильно помогло улучшить ситуацию с дорожным движением, с пробками. И мы, допустим, вчера ездили по городу, мы практически не стояли в пробках, ну, не знаю, мне кажется, максимум несколько минут. Друзья, если вам понравился данный выпуск, поставьте ему лайк. А также поделитесь в комментариях, какое место в Барселоне привлекло вас больше всего. И не забывайте заходить на наш второй канал о зарубежном образовании – Smaps Education. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok